с водой действительно вы правы есть истезя это нелегкая я сам был удивлен немножко в течение трех двух лет что ли поменялось три руководителя но не могу сказать что они справлялись или не справляюсь я как бы не упал научен давать им оценку придя сюда я действительно увидел что есть проблема с водой и соответственно в тех районах которые вы озвучиваете ну по тем у нас есть комплексный план по именно обеспечению 100 процента питьевой водой населенных пунктов по туркестанской области которые имеет срок 22-25 год поэтому мы до двадцать пятого года планируем обеспечить сто процентов питьевой водой все районы туркестанской области касательно тех южных регионов которые действительно воды нет туда вот наверно вам известно идет сейчас проект это уга угамский каскад гэс угамский который на сегодняшний день идет целу технико-экономическое обоснование первый этап первый этап он состоять будет из двух этапов на два справочка первый этап там по моему если я не ошибаюсь порядка 500 раз миллионов второй этап 400 это нет это получается южный регион это у нас арахаш там тоже проблема сейчас там тоже нашли воду в 40 километров в сторону в песковую зоне нашли два если два или три источника воды подземной воды которые провели анализ артизанская вода питьевая в общем показатели классный сейчас идет тео и разрабатываем после того мы пойдем на проект и соответственно этим провести туда отдельную воду там два вода воду по моему шестьсотки две трубы шестьсотки два подъема будет если этот проект реализуется шардара будет сто процентов обеспечена качественно питьевой водой проект ну предварительная стоимость проекта если не ошибаюсь порядка 11 12 миллиардов туда входить будет вот сама два источника туда будет ходить 40 чем-то километров вода 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 проводной сети и электро сеть напрямую есть тех условиях будем браться сардаринского газ электроэнергию и соответственно насос подачи будет электроэнергии вода будет обеспечиваться одна резервная труба одна будет поставить 2 вода вода будет и этот конец вам у нас стоит до двадцать пятого года но мы надеемся что по нашим расчетам если мы успеем ты его проект соответственно финансирование если на республике возьмем мы обеспечим это вот тогда уже шарта шардары воду для без питьевой воды уже от пойдет остальные регионы это вот река уганда ну то есть если сейчас там получаются частные инвестиции наверное вам известно об этом уже насколько я знаю этот проект то ли с 2005 года там идет он пошел в реализацию я как вот повторюсь по реке уган идет первый этап у нас ты его пятьсот пятьсот тринадцать если не ошибаюсь ну да а вот пятьсот двадцать три миллиона второй этап 490 миллионов тенге а уже на сам поезды и строительство его уже мы планируем что это будет уже инвестиции если этот проект реализуется но мы идем к этому чтобы его реализовать тогда все вот эти регионы которые низко есть дефицит питьевой вода не будет сто процент обеспечен а сейчас сейчас там есть вода это получается сарагарский район он питается водой которая с узбекистана идет есть пробуренные скважины ну там в основном выходит вода с высокой степенью минерализации то есть есть там вода ну дается по часам то есть не 24 часа в сутки подачи воды а где-то это 4 часа где-то 6 часов в сутки ну этот вопрос вообще само водообеспечение мы сейчас тоже этот вопрос прорабатываем нового концепту смотрим все гкпшки которые обеспечить водой они все убыточные все дотационные все были единственным шарда разу как бы сама себя окупать остальные все гкпшки почему для меня это тоже был вопрос стал заинтересовал почему это так происходит почему бы то есть у них есть все время долги за электроэнергию то есть нужен другой подход значит здесь где-то может быть стоят может быть менять надо насосы да на современные энергосберегающий насос где-то надо ставить а проводить полную диспетеризацию чтобы люди пользуются водой до что мы соответственно платили тариф как таковой у нас невысокий там по-моему где-то где-то минимальный тариф по районам если я не ошибаюсь 40 чем-то начинается и заканчивается то ли это в каком-то районе есть цифра где-то по 200 тенге за куб куб это тонн пятилитровый тассай стоит 500 тенге по-моему не ошибаюсь уже не будет тарифа все-таки тариф низкий и сейчас сказать что тариф будет повышен нет ну скорее всего как где-то тариф все-таки должен быть повышен чтобы была самоокупаемость хотя бы мы не говорим уже о прибыли тех компаний которые обеспечить питьевой водой хотя бы была возможность самоокупаемости поэтому мы планируем мы надеемся мы примем все усилия чтобы до 2025 года обеспечить сто процента питьевой водой есть поручение президента нас в принципе достаточно денежства выделяют мы в этом направлении по порядку по плану который у нас утвержден мы работаем ну и конечно есть один такой момент когда проходит гео геолога разведка нам подтверждают что есть определенный дебет воды который там хватает там на 27 лет там на 26 лет все мы соответственно мы соответственно уже на псд деньги выделяем мы выделяем денежные средства на работу на проект проектно-смертную документацию на самих на смр на работы да у нас есть два факта вот в туребийском районе где когда уже провели работы в этом участке где до этого определить что есть дебет воды выходит на момент строительства воды нет этот вопрос тоже сейчас ведем переписку с компанией которая проводила геолога разведочные работы да почему так получилось кто за это будет нести ответственность они принципе дали нам письменный ответ что они сейчас обследуют то есть это их не вина или вина подрядчика который допустим не дошел до того уровня где есть вода ну и из гор тот момент что вода движется но я как не специалист я не могу вам утверждать что подтвердить что да вода может быть было во время разведки но ушла но сейчас нет ну в любом случае мы обратились вот если вернуться к шардаринскому по водоснабжению по обеспечению питьевой воды города шардара то настоящее время разрабатывается тело она уже заработана зашло на госэкспертизу мы ожидаем получение этого тело с экспертизы 1 сентября этого года 30 миллионов заложено после того какой псд стоимость мэра который мы планируем то где-то вот цифры мне принесли порядка 414 строитель монтажной работы это порядка 14 миллиардов тенге но это сумма как предварительная ну это определиться по по проекту там что предусмотрен 40 километров магистрального водопровода что собой представляет будет водопровод магистраль это водопрод это две ветки трубы так сказать простыми словами диаметром 600 1 рабочая на 2 резервуара по три с половиной тысячи кубометров бурение 6 скважин из них 5 рабочих 1 резервная насосной станции первого и второго подъема и плюс 40 километров электрических сетей сеть мы уже получили тех условиях будем получать напрямую сада римского газ если мы как бы к этому идем мы нас уже завершить этот проект то уже 2025 году пор чадара будет обеспечен полностью питьевой водой 2025 в принципе проблемы должны решить да в принципе полностью в регионе проблемы по водоснабжению должна сто процентов решить на сегодняшний день у нас в цифрах это 85 и 7 процентов обеспечения есть питьевой водой 14 3 у нас не обеспечен не обеспечен они для опасности на то что зимой люди будут оставаться без знаете здесь наоборот получается на борт в летний период а по есть опасность оказывает уровень воды подземных вод снижается поэтому южные регионы у нас зимой как бы воды достаточно 9 а а летом когда вы ведет засуха вода пускаться и и получается 9 уменьшать в принципе на сегодняшний день может как вы очень часто проводим совещание обсуждаем создали комиссию да действительно есть проекты которые ранее было закончено построили агресский когда приходит вопрос о передаче тут начинается значит выходит астразгаз готова то не хватает от не хватает как мы решили на сегодняшний день ну астразгаз аймах предоставил нам сотрудников которых мы включили в свою комиссию то есть сейчас на сегодняшний день в период строительства на период ввода в эксплуатацию когда заканчивается объект мы уже привлекаем сотрудников астразгаз аймах который уже пока мы еще уже не приняли объект они уже сразу на этой стадии говорят такие 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 то замечания есть то есть мы сразу уже показываем потребчикам и говорим вот это надо устранить эта работа у нас идет я думаю этот вопрос закроется писали письма и в самрук энерго написали министерство финансов написать как вот эта передача она проходит такой процедурный момент есть он законодательный поэтому есть моменты есть они иногда контраст газ аймах это у нас в тарифе не сидят поэтому пока не можем ли ты тогда но в этом направлении мы работы работаем и и есть определенное видение и эта работа идет и мы думаем все равно завершим эту работу вот на сегодняшний день как бы на 1 января у нас было как 831 населенных пунктов из 831 населенных пунктов 457 населенных пунктов или 54 до и 9 процентов обеспечен природным газом 66 процентов обеспечен природным газом на текущем году на строительство 69 объектов выделено 15 9 миллиардов тенге из них нас фонд 14 миллиардов рб республиканский бюджет и 532 миллиард тенге и областной бюджет 520 миллиард тенге тенге выделяем строительство идет рабочая группа есть у нас получается мы в основном администраторы программ заказчики выступать районы но в то же время мы сейчас разработали план мероприятий утвердили каждый район мы уже ездим проверяем чтобы таких вопросов не было по принятию этих объектов целом как бы согласно есть комплексный план социально-экономическое развитие туркестанской области тоже 20 на период 21-25 годов планируется обеспечить природным газом 255 населенных пунктов или 497 тысяч 516 жителей в результате к двадцать пятому году 722 населенных пунктов или 86 и 8 процентов будут обеспечены полностью природным газом самый проблемный район самые проблемные сложно подвести к я думаю таких прямо самым сложным таких нету в каждом районе где-то какие-то есть частные случаи когда какие-то возникает определенная проблема так все видео планово режиме сказать вот конкретно в этом районе что-то сложно это до населенного пункта и внутри населенного пункта газопровод проводится счет государства а уже чтобы проводить газ в домой это уже частных компаний то конкурентная среда в принципе они мы сейчас озадачили местные акиматы то есть местный исполнительный орган у которого есть перечень компаний у которых есть полномочия проводить газоснабжение до потребителя ну в дом там я не знаю порядка по-моему это цифра у них там где-то то ли 80 тысяч 70 тысяч это так вот они порой ну наверное там от сложности наверное мы в эти части уже не лезем потому что это конкурентная среда там уже сам потребитель любой он сам может выбрать любую компанию кого он хочет договориться и по электроснабжению до по итогам от двадцать первого года на строительство 53 объектов из бюджета было выделено 7 и 9 миллиардов тенге двадцать втором году у нас на 37 объектов электроснабжения из бюджета выделено 12 и 8 миллиардов тенге по двадцать второму году будет обеспечен качественной электрической энергии 37 тысяч человек или это восьми населенных пунктов по итогам от 25 года ну до 25 года дамы тоже планируется что качественной электроэнергии будет обеспечено 358 тысяч жителей либо 265 начнем пунктов ну как вам известно да основная проблема в том что у нас в регионе в области как бы цифры сейчас где-то 320 мегаватт а ну мы сейчас примерно цифры смотрим она уже потребление потребность спрос на электроэнергию с каждым годом растет где-то уже последние цифры буквально вчера позавчера смотрели цифры сколько у нас вас потребляет уже цифру что за 400 мега но у нас выработка соответственно следить наш артаринская гестом сколько 100 120 150 мегаватт она вырабатывает точно цифру сейчас не помню солнечные строится да вот тоже где-то доведут вроде до 200 строить ну и основной мы сейчас вот буквально бы участвовали на прошлой неделе была закладка капсулы парогазовой станции которая выработка маневренная будет выработка до 1000 мегаватт как срок у нас до ввода в эксплуатацию 36 месяцев дается по правилам этот срок у нас исчисляется от 15 июля торги пошли определился у нас компания которая будет этим заниматься того как только ведется эта станция у нас уже будет не дефицит электроэнергия уже будет профицит и с проблему с поставкой электроэнергии в области уже не будет сейчас там и уже почти 80 процентов электроэнергии покупаем как раз северных регионов этого в основном кибастузская грязь один повышение тарифов ну вот если брать цифру стоимость электроэнергии с другими республиками как у нас принципе она электроэнергия дешевая да у нас как она делится же точно нас генерация потом сети из бытовые компании когда все это складывается у нас немножко тариф суммируется и повышается сейчас сказать что тариф не будет повышаться конечно скорее всего он будет в любом случае этот вопрос то если тариф не повышать то у нас соответственно генерация не будет развиваться там тоже надо в тарифе сидят и восстановление и ремонт и так далее но тот тариф который защитился если относительно говорит пгу если мне память ну цифрах могу немного ошибиться но по-моему где-то то ли 22 или 23 тинги тариф утвержден на 15 лет на генерации вот на сегодняшний день косы то проблема туальная в основном это у нас южных регионов же кос строительство коса это дорогостоящее удовольствие да можно сказать да это не дешевый проект ну касательно коса строительство очистных сооружений города туркистан тоже проект разрабатывается планах есть конечно же будет реализован ну для этого конечно нужно соответствует время нужно то что касательно в районных центрах где тоже вопросы поднимают канализационно-очистных сооружений тоже сейчас такая концепция мини косы блочные модульные системы которые там по-моему снежа где-то 200 кубовые там ставят ну как бы работа в этом направлении идет и она тоже будет постепенно решаться самое у нас это в южном регионе живут сарагашки вот и я знаю сарагаш буквально на прошлой неделе приходили там строили многоэтажные квартиры 16 что тоже проблемах в кость там тоже приняли решение что поставим пока полностью проект не не вы по строительству большого анализационных сооружений то блочных поставить пока чтобы решить временно эту проблему авто любезко тоже лиги там уже четыре шестнадцатого года дома строить там тоже есть по косу тоже есть проблема тоже есть разрабатывается проект ну тоже мини косы везде во всех районах все-таки строительство мини косы когда строк строительство как только проекту назовут финансирование ну тоже мы все как бы планируем до двадцать пятого года же все как бы все эти вопросы решить то есть касательно коммунальных сверху у нас как бы проект стоит до двадцать пятого года